В России в настоящее время более 3 300 школ с кадетскими или казачьими классами. Больше всего таких учреждений свыше трети от общего числа в Краснодарском крае. Каждый год кубанские казачьи классы занимают призовые места или побеждают во всероссийском смотре-конкурсе. И на Кубани большой популярностью пользуется конкурс на лучший казачий класс. В нынешнем году финал этого престижного конкурса прошел в Славянске-на-Кубани на базе новой 12-й средней школы. В течение двух дней 20 классов из 19 муниципалитетов напряженно боролись за право назваться лучшим казачьим классом Кубани. В школе постарались создать для финалистов все условия, чтобы они смогли проявить свои таланты. Каждый год ребята настолько широко и ярко открываются, настолько интересно показывают, представляют свои обычаи, свои традиции, свои научно-исследовательские проекты. Это очень интересно, очень глубоко погружение в историю, в традиции Краснодарского края, в традиции казачества. Это не только для детей такой положительный эмоциональный пласт, но и для нас, конечно, как и для членов жюри, и как для организаторов. В первый конкурсный день соревновались ребята младшей возрастной группы 6-8 классов. Конкурсанты готовились к финалу, чтобы показать все, чему они научились за прошедший год. Подбирали песни, также были репетиции генеральные, прогоны всякие. Очень старались и давно хотели выступить на таких конкурсах. Конечно, я волнуюсь. Я впервые на таком масштабном конкурсе, и поэтому это новые эмоции, которые я еще не чувствовала. Новые знакомства, новые места, и это для меня очень-очень интересно. Команда 7-й школы имени героя Советского Союза Федора Алексеевича Кашевого из Кущевского района поделилась итогами своего исследования о кубанских куклах. Мы приготовили арбит-ярмарку, то есть мы хотим показать, как много лет назад на Кубани проходила ярмарка. Что там было, что продавали, как происходило все. Для ребят эта тема близка. Они даже выпустили анимационный фильм с использованием кукол на историческую тематику. Нам нравится играть в куклы, и тем самым мы можем воссоздать какую-то историю казаков в анимационных фильмах. Мы сняли фильм под названием «Как казаки ходили к Екатерине II». Мы рассказали в этом фильме историю этого момента. По итогам трех конкурсных испытаний первого финального дня победила команда 28-й школы из Лобинского района. На следующий день соревновались старшеклассники из 9-11 классов. Была в числе финалистов и команда из Славянской 16-й школы имени героя России гвардии майора Сергея Таранца. Есть большой плюс в том, что мы казачий класс, кадетский. Мы изучали историю Кубани, мы знаем их обряды, их жизнь, как они жили. И благодаря этому, благодаря истории наших предков, мы могли узнать и подготовить наш проект о их обрядах и о их застолье. Для славянских ребят финал краевых соревнований, к которому они усердно готовились, стал серьезным испытанием. Мы не испугались таких преград и прошли это вместе с нашим классом и нашей школой. Конкурсная программа традиционная. Сначала все ребята представили на суд жюри и зрителей результаты своей научной деятельности. Затем школьники должны были, соблюдая исконные традиции, спеть или станцевать. И, наконец, третий игровой этап, где требовалось показать примеры народных игр кубанского казачества. Лучше всех выступили учащиеся 11-й школы из Ленинградского района. Они провели виртуальную экскурсию на казачье подворье школы, станицы Новоплотнировской. Мы провели поисковую работу и на базе школьного двора мы создали музей под открытым небом, казачье подворье. На первом этапе создания казачьего подворья была создана инициативная группа. Участниками группы была изучена литература по описанию быта и жизни кубанцев казаков. Эта дружная команда уверенно шла к победе. Ребята были очень рады своему успеху. Он вдохновил их на новые достижения. Мы старались очень показать себя с хорошей стороны. Да, мы думали, что очень много школ, большие все, у всех высокий авторитет, но мы добились своего. Мы готовились усиленно и все благодаря нашим преподавателям, нашему директору Эпус Сергею Григорьевичу. Мы не ожидали, что займем первого места, но мы всегда стремимся только к высоким победам. И да, нам пришлось проделать очень долгий путь. Мы не рассчитывали на первое место, но мы очень рады, что жюри оценило нас так. Позади остались два дня интересных конкурсных испытаний. Участники финала краевого конкурса разъехались в свои школы по всему краю, обогащенные новыми яркими впечатлениями. Все ребята очень замечательные. Конкурс яркий, интересный, позитивный. И мы очень рады, что мы завершили этот этап на такой вот красивой, яркой ноте. Определились победители, которые уже не первый год подтверждают свои результаты и называются лучшим казачьим классом Кубани. Участие в конкурсе стало для ребят отличной возможностью проявить свои лучшие качества, пообщаться, подчерпнуть что-то полезное у других финалистов. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...